Как это ни странно, но в Магнитогорске есть два предприятия, без которых город бы не существовал. Самое удивительное, что оба этих предприятия год в год празднуют свое 80-летие. Еще более удивительно, что в сокращенном виде эти предприятия называются одинаково. ОАО ММК. И если вы думаете, что юбилейную тему комбината дано освещать не дочке, ТВИНу, то речь сегодня идет о открытом акционерном обществе Магнитогорский молочный комбинат. Вы, конечно, все его знаете, более того, в Магнитке, да и в округе нет ни одного человека, который бы не пробовал его продукцию. Мало того, если продукцией ММК вы пользоваться каждый день не можете, но вы не можете же каждый день есть металл, то молоко и молочная продукция нужна каждый день. Давайте представим, 80 лет назад степь Магнитогорска не была. Мы приехали первые поселенцы, да и завода-то толком не было, но хотелось, естественно, кормить детей, потому что без детей люди не приезжали. То есть можно говорить о том, что молочные заводы – это системообразующие предприятия. Ну, начиная от истоков, что молоко – это первый вкус, который человек ощущает с рождением. И молочный завод вместе с городом, вместе с городообразующим предприятием, металлургическим комбинатом строились в первые годы. То есть вот наш отсчет времени идет от 30 января 1932 года. То есть вот нам сегодня 80. И сегодня, за время своего существования, за эти 80 лет, мы не утратили традиции, мы их только приумножили. Всегда поражал ваш вкус. И я всегда знал, что ваше молочко должно храниться, ну, 3, максимум 5 дней, потому что оно свеженькое. Да, наше молоко очень свежее, очень вкусное, мы все силы к этому прилагаем. На старом заводе, конечно, все было немножко иначе, но все равно мы все были молоды, нам было все интересно, все было понятно, все доступно было. И продукция, конечно, и нам всем нравилась наша. Когда-то вот в свое время, помните, открыли двери и на рынок хлынули все, да, молоко практически мы ели, вот непонятно кто производил. Вы на ногах устояли. Качество осталось прежде? Качество осталось прежде, на ногах мы устояли. Все это благодаря, конечно, нашему директору Татьяне Никандровне. Мы прям, надо сказать, выстояли, пережили вот этот момент. Она очень нам помогала. И мы все шли к ней с какими-то просьбами, и было все в мире тогда, да. Тогда хлынули все. Но мы старались продукцию, чтобы покупатель не покинул нас. И мы вырабатывали продукцию, вот вкусно, и вкусно до сих пор. И никто не скажет, что у нас такая продукция, вот какая была и какая стала. Вот она какая была, такая и осталась. А у вас гордость вас берет, когда заходишь в магазин, и видишь, что первыми с полок исчезает продукция именно ваша. Ой, что вы, это вся гордость наша. Приходишь в магазин, я хожу в магазин «Океан». Даже другой раз вечером придешь, ее уже нет у нашей продукции. Даже люди, я помню, зашла, мужчина покупал, я говорю, а я так стою рядышком, говорю, вы еще сырочки наши возьмите. Он говорит, я только ваши беру. И вы знаете, конечно, очень даже приятно вот это все видеть и слышать, и что наша продукция все-таки пользуется спросом. Ну, о сырочках мы поговорим чуть позже, а поглубже затронем тему безопасности. Безопасности в нашем случае молока для нашего здоровья. И тема 90-х сейчас актуальна. Тогда приходилось выживать, конкурируя с теми, кто вез молоко абы как. Да и сейчас есть такие товарищи. Магнитогорский молочный комбинат выстоял в пору жесткой конкуренции, естественно, благодаря высочайшему контролю качества цельного молока, а не сухих смесей, из которых пытаются напоить миллионники, вокруг которых в природе не было ферм, способных удовлетворить потребности Москвы или Питера. Что там за производство, судить сложно, но в эту линию приема и подготовки молока в году 2011-м вложено полтора миллиона долларов. То есть в юбилейный год молочный комбинат работает на перспективу. Мы на сегодняшний день внедряем новое технологическое оборудование, работающее в автоматическом режиме. Вот это все вы когда купили? Приобретали, значит, с прошлого года, а внедрение на сегодняшний день проходит пусконаладочная работа. То есть можно говорить о том, что на рынке, естественно, все оценивает потребитель. Потребитель покупает и выбирает первый вкус. И на эти же деньги вы производите реконструкцию? Конечно. Других источников у нас нет. То есть об этом можно говорить и о востребованности вашей продукции? Да. И вот еще одно подтверждение этих слов. Я с детства довольно ровно дышал к молочной продукции. Но было то, что заставляло бежать в магазин. Из холодных противней доставать то, что уходило на расхват. Ванильные сырочки. Влажные тогда еще бумажные упаковки. И ведь часто случалось, что сырочек этот до дома-то и не доживал. Потому как это был, ну, по крайней мере для меня, лучший первый вкус. Сегодня и сейчас это новая линия по производству глазированных сырков в смысле товарожных батончиков с наполнителем. Вкус которых заставляет задуматься о необходимости вообще отказаться от конфет и шоколада. И это тоже подарок городу от молочного комбината в год 80-летия. Цикл сюжетов, которые мы вам подготовили, посвящен 80-летию Магнитогорского молочного комбината. Представляете, 80 лет работает Магнитогорский металлургический комбинат. И 80 лет Магнитогорский молочный комбинат кормит вас своими замечательными продуктами. Ну, о истории мы немножко рассказывали. Теперь о настоящем. И казалось бы, вот журналистов можно купить. Но можно ли купить горожан? Какое их мнение о продукции Магнитогорского молочного комбината? Что для вас здоровье? Натуральный продукт. Свежий воздух. И движение. А натуральный продукт из молока, чей он? Первый вкус. Любишь сырки? Да, люблю. Ох, какой вы боевой. Слушайте, хороший пацан. На молоке видать вырос. На каком молоке? На молоке мы ныне брали. Он у нас искусственник. А сейчас что кушает? Сейчас он кушает. Тут у нас смешарики мы пьем. Потом мы берем, как фирма-то называется, первый вкус. Снежок он пьет, ряженку пьет. То есть продукция первого вкуса вас устраивает? У нас продукция это очень устраивает. Любите молочко? Обожаю. А вот продукция, которая была в то еще время, помните молочного комбината, она вам запомнилась? Ой, я... Да, конечно. Правда, да? Запомнилась? Запомнилась. А то, что вот сейчас первый вкус и молочный комбинат, он традиции все сохраняет по вкусу, по крайней мере? Ну, по вкусу, да, сохраняет. Но, во всяком случае, продукция первого вкуса намного лучше, чем вот другие все продают. Да, вот это вот отборное молоко мы всегда покупаем, и оно очень хорошее. Извините, пожалуйста, вы так хорошо и молодо выглядите, потому что правильно питаетесь? Да, наверное, правильно питаетесь, потому что много молока пьют, творога, сметаны, ем. Я считаю, что это самый лучший продукт. То есть то, что нам природа дала, самое лучшее? Да, самое лучшее, я считаю, что это наилучшее. А чью продукцию предпочитаете? Ну, я вообще на первый вкус сейчас беру, больше его предпочитаю. Молочко употребляем? Да, с детства, и очень люблю. А сейчас какое молоко выбираете? На рынке очень много всякого молока. Я беру отборку и свежую стараюсь брать. А производители? Ну, пока первый вкус из всего то, что вот у нас в городе есть, так скажем, более мне вкуснее. То есть добрый, старый вкус детства – это первый вкус все-таки? Ну, я еще другое скажу. Из всех других производителей первый вкус, когда закисает, с него получается прекрасная простокваша. Ну, конечно, на сегодняшний день рынок заполнен. Очень много поставщиков, не только местных, но и очень много привозной продукции. Но, тем не менее, все-таки мы считаем, что на сегодняшний день продукция именно первый вкус. Это на первом месте, он действительно первый. И мы желаем производителю и всей компании, которые участвуют как в производстве, так и в реализации этой продукции, мы считаем дальнейших успехов, и чтобы у них клиентская база с каждым днем все возрастала. Внимательный зритель заметит, что в некоторых случаях микрофон у меня просто выхватывали из рук, благодарный Магнитогорскому молочному комбинату «Горожане». Да это и хорошо, что такую активность вызывает действительно здоровый продукт, и в этом никакого лукавства. Мы просто проехали по нескольким точкам, где представлена продукция как первого вкуса, так и конкурентов. И вы все слышали. Но затем мы решили узнать у первопроизводителя, какое оно, молоко-то. К сожалению, коровки хоть и высокоорганизованные животные, но говорят только му. Эти же коровки живут и кормятся в идеальных условиях. Коровников я в свое время повидал немало, и телят своим светильником мы разогревали. Но в таких условиях ранее находиться не приходилось. Света здесь достаточно. Тепло как в бане. Еда вся свежая. И отсюда средний удой. Представьте, почти 7 тонн молока на корову. И это не предел. Конечно, так дела обстоят у единиц. Большинство же перерезало свои дойные стада. К сожалению, сиюминутный джип все еще остается пределом мечтания баранов в образе человека. Но радует, что не все потеряли суть крепкого хозяйственника. А крепкому и умному животноводу помощь от магнитогорского молочного комбината обеспечена. Ранее такого не видели, но жить хочется? Конечно. Сегодня, учитывая то, что построили новый комплекс молочный, по новой технологии, сегодня мы работаем, что позволяет нам получать качественное молоко и отправлять на гормолозавод нашим горожанам. Какое оно молочко у вас? Какая жирность? Что в нем вкусного и полезного? Учитывая, что рацион сбалансирован по всем питательным веществам, сегодня молоко высокого качества, это высшего сорта молоко. Поэтому жирность 3,8-4, белок 3%. И это позволяет сегодня хозяйству за счет жира и высокого белка получать хорошие деньги. И гормолозавод является сегодня нашей палочкой-выручалочкой, которая своевременно рассчитывается с нами, что позволяет нам своевременно рассчитываться с рабочими, те, которые трудятся сегодня на ферме. Может быть, кто-то и не помнит, но было то время, когда советский человек жил без зависти, когда работа приносила и удовольствие, и спокойствие, и уверенность в завтрашнем дне. Возможно ли это сейчас? Если вы скажете нет, то будете неправы. Конечно, ситуация эта не типична для 90% предприятий и для всех предприятий Магнитогорска за одним единственным исключением. И на это исключение нужно равняться. Сюда народ палками не загоняет. Здесь не работает от звонка до звонка. Здесь персонал получает достойную зарплату, а женщины – головокружительную, по меркам продавцов и счетоводов. Здесь люди делают здоровые продукты. Они торгуют здоровьем и мелом в виде лекарств. В аптеках, хозяева которых – бывшие ларечники, сделавшие бабло на левой водке. Этому предприятию, кстати, исполняется 80 лет. И вот такие лица мы увидели на проходной. А вот так они живут. У меня удобный график, то есть свободно по каким-то торговым центрам сходить, по магазинам сходить. Вы с какого года здесь работаете? Так, с 2008 года. То есть и за 4 года вы уже мастером стали? Да. Ну, начинала я как простой лаборант с лаборатории. Постепенно вникала в работу. И где-то полгода буквально работаю мастером сейчас. Неплохой такой карьерный рост? Да, неплохой. Не так давно это было, но для девушки идеал была работа в банке. Они все такие были красивые. Так раздавали кредиты и получали зарплату. Вы выбрали для себя другое. Вы выбрали то, что дает человеку жизнь. Вы не пожалели? Нет, я не пожалела. Потому что я вообще считаю, что работа, чтобы она была, знаете, какая? Что нужно что-то производить. Я вообще считаю, чтобы получать моральное удовлетворение от работы, нужно что-то делать. Нужно, чтобы эту работу можно было пощупать. С одной стороны, есть артисты, которые делают эту работу, у них творчество. Но для меня работа – это то, что можно пощупать. То есть это какое-то материальное производство. То есть в данном случае я произвожу молочные продукты. Вернее, я как бы участвую в выработке молочных продуктов. Немножко отношение такое у меня лично к торгашам, оно явное. Сколько можно в городе заниматься торговлей? Вы занимаетесь производством. И это, конечно, очень хорошо. Мы тоже пытаемся что-то делать, хорошее, доброе. А как семья ваша относится? Хватает ли денег? Тепло ли здесь? Уютно, сытно работать? Ну, на таком передовом производстве. Семья за меня рада, она довольна. Семья довольна. Вы можете себе позволить путешествовать? Я путешествую. Конечно, там были, как бы, я не могла путешествовать, потому что у меня маленький ребенок, связанный с этим. А так я выезжаю. Путешествую раз в год, когда вот мне положено отпуск, я стараюсь куда-нибудь выехать. Показатель счастья – это то, как человек отдыхает. Где недавно отдыхали? В Чехии, в Праге отдыхала. В столице Чехии, Прага. Вот так вот. То есть работник ММК не магнитогорского металлургического комбината, а работник магнитогорского молочного комбината может себе позволить жить достойно? Ну, вполне да. После таких слов хочется жить. Представьте, доярка в прочном хозяйстве зарабатывают тысячу долларов. Специалист-производственник позволяет себе жить не хуже содержанки контрактника одноименного предприятия на свою зарплату. И это бездотационное производство продуктов питания. Да надо просто лень свою убрать из жизни. Надо просто работать, не завидуя соседу-барану, залившему в автомобильный кредит. И все получится. Развиваясь постепенно. В нашем случае развиваясь производством, востребованным южноуральцами. Производством молочных изделий. Если все пойдет теми же темпами, а мы в этом уверены, и мало того будем этому способствовать, то на полках магазинов останется только продукция высочайшего качества. Продукция первого вкуса. А монополия не страшна. Монополия, которую выбирают покупатели, монополией назвать сложно. Это спрос. То, чего не хватает в нашей отечественной промышленности. Но когда понимаешь, что первые звезды во мраке – это первый вкус, рожденный Магнитогорским молочным комбинатом, то вера в будущее крепнет. Потому что первый вкус зарождает новую жизнь. Каждый день сегодня автопарк из тягачей и автоцистерн доставляет в город сотню тонн свежего молока, высокого качества. Вот эти автопоезда привозят с хозяйств подготовленное охлажденное молоко, которое проходит обязательную входную сертификацию качества. Здесь проверяется все до мелочей. Но самое главное – это то, как машины уходят отсюда в рейс. После слива современные мойки тщательно обрабатывают цистерны. Затем они чистые опечатываются и отправляются в рейс. Кстати, пломбировка – важнейший залог того, что с молоком ничего не случится. Как мы обеспечиваем безупречный контроль качества входящего молока? Прежде всего, мы осуществляем безупречный входной контроль. Мы сразу принимаем молоко и определяем. Самые основные показатели – это плотность, кислотность, жир. Регулярно, раз в 10 дней, мы проводим редуктазную пробу. Определяем обсемененность молока. Ну и затем обязательно при приемке молока мы его фильтруем, охлаждаем. А потом уже или передаем в дальнейшую переработку, или оставляем на хранение. Я обратил внимание, что Вы очень тщательно относитесь к тем емкостям, в которые молоко привозится. То есть молоковоз пришел, что с ним делается? После того, как отобрали пробу, скачали молоко, мы моем освободившуюся молцистерну. У нас для этого есть установка, автоматическая установка для мойки молока, которая называется АВД. И там моющими растворами определенной концентрации, механически мы и производим эту мойку. И затем дезинфицируем эту цистерну. Потом она пломбируется и отправляется назад в хозяйство. На гормозаводе молоко не разбавляют. Они его просто пастеризуют. Причем это такая щадящая тепловая обработка, которая не дает свертываться белку молока. Этот белок молока более лучше усваивается, чем кипяченого молока. В каких условиях реализуется продукция первого вкуса? Условия везде едины, и они под тщательным контролем и вниманием. Продавцы грамотные, а предприниматели – любимые. А любимое дело благодарного производителя – одаривать всех подарками. Магитогорский молочный комбинат, безусловно, не стоит на месте. Соответственно, стеклянные бутылочки заменились на упаковку перпачного вида. Это тетропак, все известны для народа. Она удобна, хорошо хранится, то есть сроки хранения хорошие, выдержаны благодаря новой упаковке. Соответственно, удобно пользоваться. Открыл крышечку, налил, закрыл крышечку, поставил обратно. А еще здесь любят кушать свою продукцию. Точнее, они обязаны это делать. Речь идет о дегустации. Каждый день здесь проверяется продукция с конвейера. При этом дегустаторы каждый день меняются для независимой оценки. И мне впервые в жизни удалось попробовать всю продукцию, а это почти 30 наименований. И теперь я знаю, что выбрать, потому что с детства неровно дышу к кисломолочке магнитогорского молочного комбината. Это один из немногих молочных производителей, которые для производства кефира используют натуральные кефирные грибки, а не сухую закваску. А это на сегодняшний день уже продукт высокой биологической ценности, потому что молочные грибки, они очень полезны для организма человека. А у других производств делается это все из сухой закваски. Кроме того, значит, много сейчас большой ассортимент биологически ценных продуктов. То есть специальные виды биологических сложных заквасок, которые улучшают проблему пищеварения и как бы ставят обмен веществ на более правильный уровень. Это все биоряженки, биопростокваши. То есть там, где уже идет добавка бифидумбактерий. Причем продукции-то ее ведь много. Шикарное у нас лето. Просто сказочное. И кто сказал, что сказочный Дед Мороз дарит подарки только один раз в году и только зимой? Но если очень постараться, то этот человек дедом может стать уже в этом году. Хотя нет. Пусть лучше дарит подарки от Магнитогорского молочного комбината. Ну а мы послушаем, понравились ли они южноуральцам. Ну вот сначала, как начал наш Магнитогорский молозавод выпускать мороженое «Первый вкус», мы стали их постоянные покупатели. То есть мы другое мороженое больше в городе не покупаем. Могу объяснить почему. Во-первых, потому что вкус такой знакомый. Вот с детства я в советские времена был рожден своей мамой. И вот напоминает дальше. Очень много ингредиентов, которые должны быть. То есть масло коровье, масло сливочное. Мороженое замечательно. Мороженое масло сливочное. Масло сливочное, масло сливочное, молоко коровье. Вы знаете, что в этой продукции отсутствуют растительные жиры? Здесь только все молочное? Совершенно верно. Мы всегда читаем вот здесь вот на любой этикетке, из чего составляется, значит, продукт. И мы заметили, что растительных жиров здесь нет. Мы очень довольны этим продуктом. А вы попробуйте. Такую новинку пробовали? Пробовали. И как новинка? Отличная. Очень толстый слой шоколада. И мороженое действительно вкус пломбира. И цена приемлемая. Так, что пробовать? Попробуйте. Вкусное оно и все. Нормальное. Вот если у вас был выбор, чье мороженое вы бы взяли? Первый вкус. Вкусняшка. Ничего не скажешь. Вы когда-нибудь могли представить себе, что вот в Магнитогорске будут делать такие вот красивые мороженые? Мы в Москве ели такие, когда ездили. Какое оно мороженое? Вкусное. А что понравилось? Крошка. Шоколад. А у тебя какое мороженое? Мне больше всего понравилось. Мне это понравилось, потому что начинка очень вкусная, с гущёнкой. То есть первый вкус, он такой неплохой, да? Мне очень нравится. Мы тоже предпочитаем шоколадное. А вот и с шоколадной крошкой. И с шоколадной крошкой. И с изюмом, и с орехом. Ну а вот если по производителям, какой вкус? Да вы знаете, как на душу ляжут. Ну обычно вот эти вот батоны шоколадные покупаем первый вкус. Нравится? Да, очень. Вкусно. А что тебе нравится? Всё. А сахарный рожок попробуем? Да. Мы вообще уважаем очень первый вкус. Продукцию первого вкуса всегда выбираем. Сам пломбир-то вкуснее же. Пламбир вкусный? Очень. Достойное мороженое делается в России теперь уже, да? Да, достойное. Пламбир. Первый вкус. Ну я в киоски брала, в принципе. Очень хорошее мороженое. А вот такое, видите? А? Вот в такой упаковке? Нет. В такой не упаковке. Не, ну дела. Так, попробуй. Ну вообще, это и на вид шикарное мороженое. Роман, может это будет мороженое? Посмотри, с орешками. Шикарное. Ну попробуйте, сэр. Попробуйте. Вот что-то с детства по 22 копейки. Вот что-то было, это и то вкуснее. Ну это натуральное молоко. Ну это чувствуется. Ой, мороженое, конечно, очень понравилось. Очень вкусное. Дети, дети у нас в восторге. Я очень люблю продукцию «Первый вкус». Всегда ее покупаю, не только мороженое, но и все остальное. Очень всегда довольна. Жаркое. И не уральское лето 2012 года, как приговором, нависло над теми, кто надеялся подняться на сельской ниве. Да так у нас и бывает. Либо высохнет, либо затопит. Ниже не Египет, где в пустыне урожай есть всегда, и не в Турции, где весной, летом и осенью дождей нет. Но все едят только свежак, и не только волн-клюзив. У нас на все найдутся отговорки, если руки не тем концом вставлены. Мысли эти посетили нас при виде замечательного стада хозяйства Черноборское, Чесвенского района. И хотя здесь за лето тоже не прошло ни одного дождя, жаловаться на капризы природы здесь не привыкли. Здесь привыкли работать, потому что есть для кого работать. Есть тот, кто не кинет, и кто помогает всегда. Мы давние партнеры Магнитогорского молочного комбината. Значит, как доверительные отношения у нас сложилось с комбинатом, и до сих пор мы работаем с Магнитогорским молочным комбинатом. И мы будем предпочтенно, конечно, отдавать Магнитогорскому молочному комбинату. Поэтому, то есть и разговоры, и деловые отношения, которые у нас сложились, намного с ними легче и в плане финансовой, и в плане, значит, порядочной, порядочности. Так что, как мы выбрали городской комбинат, так и мы будем работать. И поэтому деньги есть и на ирригацию, и на поддержание в исключительном состоянии водоемов. А где есть вода, там всегда есть луга, покрытая зеленой травой. Вкуснятина для коровки. И она, коровка эта, дает такое же вкусное молоко. Ну подумайте сами, чем не жизнь, если с каждой в среднем 18 литров? И 3500 по кругу, если жирность выше положенного. Да за такое молочко любой молочник и биться будет, и что надо, сделает. Молоко мы сдаем, значит, по ГОСТу, тем более, мы сейчас уточились требования к молоку. Стараемся, значит, все это выдерживать, значит, профилактические мероприятия мы все выполняем по болезням, значит, по выздоровлению стада молока. От производства, то есть от коровы до поставки на комбинат все отслеживается, значит, мы проводим анализ хозяйства, проводится анализ, значит, в Магнитогорском молочном комбинате. То есть все мероприятия, которые положены, мы все выполняем. Стараемся, значит, чтобы попало на стол горожанам и потребителям здоровое молоко. И теперь вы знаете, откуда берется наше любимое молоко первого вкуса. Кстати, из наблюдений в тех сетевиках, в которые заходят только юрлица. Первой из прилавков сметается именно эта продукция. А нам всегда был интересен процесс упаковки молочка и кефирчика и сметанки. И сегодня такая возможность появилась. В год юбилейный Магнитогорский молочный комбинат запустил новые линии по упаковке молока в мягкую тару и пюрпак. Когда-то же такое было. Молочко Магнитогорское упаковывалось и в стеклянную бутылку и пирамидки. Сегодня время другое. Кто-то любит сцеживать до последней капли из пакетика, а кто-то предпочитает бутылку. И для удовлетворения всех были вложены миллионы долларов. Покупатели есть разные. Кто-то предпочитает пить из упаковки пюрпак. Она более удобная, устойчивая. Имеет крышку, которую можно закрыть. Большинство нашего населения города Магнитогорска предпочитают продукцию пленки. То есть пленку можно настроить и 0,5, и на литр, и молочко поменять? Совершенно верно. Можно и 0,5, и литр поменять вид продукта. То есть будь это кефир или молоко 3,2, 2,5. Совершенные современные финские технологии логичным образом подчеркивают стремление Магнитогорского молочного комбината оставаться в лидерах по производству молочной продукции и не только на Южном Урале. А лицо продукции отличного качества – это еще и упаковка. Уж как-то так получилось, что по сути тысячи магнитогорских семей, да большинство, другую продукцию-то и не выбирают. Но все равно приятно видеть, что нет пределу совершенства. И вы видите, насколько это очевидно. Это наши давние партнеры. Автоматы очень высокого качества, совершенные, современные. Значит, человеческий фактор здесь практически отсутствует. То есть что влияет на микробиологию дальнейшего продукта. Ну теперь получается идеальное молоко? Да, совершенно верно. Автоматика автоматикой, но все равно без рук человеческих дело не обходится. И теперь про эти руки. Да, ни молока, ни кисломолочки они не касаются. Да, технология совершенна. Но есть и действительно очень тяжелая работа, требующая лошадиной выносливости. Ибо то, что произведено без участия человеческого, нежными человеческими руками должно быть упаковано. А это, извините, тонны продукции. Такая работа под силом не каждому. Тут и упорство должно быть, и сила духа. У нас в Магнитогорске все думают, что работает только Магнитогорский металлургический комбинат. Я обратил внимание, что хоть и это автоматы совершенные, часть работы приходится делать вручную. Сколько тонн за смену приходится поднять своими ручками? Тонн 18-15. 18 тонн? Да. Обалдеть. А потом еще говорят, что только металлурги у нас пашут. Нет, тяжело. Вы выбрали Магнитогорский молочный комбинат. Почему? Мне нравится эта работа. Я училась по профессии. Ну, так и работаю на молочном. И это действительно человеческое счастье. Вот многие из вас таким гордиться могут. Думаю, нет. А для тех, кто работает на Магнитогорском молочном комбинате, иного и не надо. Достойная, ровная и обеспеченная работа. Работа, обеспеченная необходимостью горожан пить только свое, только свежее и только самое вкусное молоко. Эта работа была востребована и 80 лет назад, она востребована и сейчас, в пору жесткой конкуренции. Но этому предприятию проще, ибо любовь города и пригорода к продукции Магнитогорского молочного комбината была, есть и будет. Какова она, формула успеха рабочего коллектива? Коллектива, ставящего свои автомобили только на парковку и переходящего дорогу только по пешеходному переходу. Коллектива с улыбкой, приходящего на работу, с улыбкой, уходящего с работы, получающего достойную заработную плату. И это мы говорим о коллективе ОАО ММК. И если кого-то передернуло, то это значит, вы ошиблись в выводах. Мы говорим о коллективе открытого акционерного общества «Магнитогорский молочный комбинат». Здоровым шагом, идущим к своему 80-летнему юбилею. О том, что шаг действительно здоров, мы смогли убедиться на этих веселых соревнованиях, проведенных в легкоатлетическом манеже. Идею эту я вынашивала давно. Просто хочется, чтобы люди чаще встречались в неформальной обстановке. И это сплачивает коллектив, потому что в последнее время жизнь наша сводится только к тому, что люди находятся на работе и дома. И настроение, конечно, не очень хорошее. А когда мы пообщаемся вот в такой обстановке, спортивной, веселой, то я думаю, что от этого будет только плюс нашему коллективу, но и каждому в частности один. И это было в действительности общение, потому что ни о какой профессиональной спортивной составляющей речи не велось, и действий не делалось. Победить и даже спортсмену было сложно. Да потому что спортсмен не умеет ездить на велоавтомобиле, спортсмен не умеет бегать в костюме с умой или в метровых красотках. Спортсмен не сможет синхронно с тремя спортсменами в одних штанах пробежать 30 метров. Да и много чего другого спортсмен не сможет. А смогли работники Магнитогорского молочного комбината. Смогли не одни, а смогли вместе со своими детьми. Хорошо дети реагируют. Здесь даже такие предложения. Постройте уже садик на молочном заводе. Так как детей очень много, очень много детей. У нас коллектив молодой на молочном заводе. Поэтому дети тоже весело проводят время. А где есть дети, есть желание жить. Да какие дети? Дети выросшие в буквальном смысле на продукции Магнитогорского молочного комбината. Потому что они все на 100% питаются тем, что с любовью готовят папа и мама. И поэтому шкет, которому еще и трех лет не исполнилось, рысачат наравне с 10-летним. И поэтому бегают и носятся они как заводные. Да потому что заряжены они жизнью. Благодаря 100% натуральному вкусу первого продукта. Я болею за детей, так как у меня две внучки и внук выступает здесь в соревнованиях. Ну в общем-то и за основную команду тоже болею. Коллектив вышел большой. Все активно участвуют. Поэтому в общем-то я болею за весь коллектив наш Магнитогорского молочного комбината. Вы понимаете о чем? Да о преемственности речь идет. Не в рабство люди ходят, а целенаправленно. Куда пошел теперь уже дед, туда дочь и сын. Да я думаю и внук. Видя таких здоровых родителей продолжат традицию молочников. Да потому что молоко это вечная ценность, без которой не жить. А когда работа доставляет удовольствие, то почему бы и нет. Мне радостно смотреть на людей, что я смогла хотя бы на какое-то время поднять учебность. И радостно в всех глазах я вижу, да? Это замечательно. Для этого результат мы и добивались в принципе. Круговорот жизни придуман безбожниками. Жизнь разума ведь не имеет границ. И все возрастные переходы по-своему прекрасны. Тем более предпоследний и последний. Перед началом совершенно другого путешествия. И невозможно понять будущее, не имея истории. Не уважая тех, кто делал жизнь до тебя. Так ведь было когда-то. Магнитогорские пенсионеры жили достойно. И это было с пенсионерами всех предприятий. Система контрактов стимулирует вожаков, но не все стадо. Но глядя на пенсионеров молочного комбината, да глядя на всех, кто здесь работает в процессе создания этого фильма, понимаешь, что это единое душое производство. Оно просто есть. И день пожилого человека, и вечер, посвященный 80-летию Магнитогорского молочного комбината, показал, что корни не забыты. И в этих корнях нет зависти к молодежи. Они делали то же самое, дарили заботу и жизнь, получая тогда достойную зарплату. Понимая, что сейчас зарабатывают не меньше. И они, пенсионеры, ощущают и тепло, и заботу. При этом зная, что будущее у любимого комбината есть. Потому что есть традиции работы нескольких поколений молочников. И доказательство – вот этот конкурс рисунков детей, работников производства, системообразующего предприятия. День пожилого человека отмечается обязательно денежной премией. Обязательно юбиляры отмечают, по моему списку даю представление, каждый месяц, у кого круглая дата рождения, значит, тем обязательно выделяют деньги. Выделяются деньги администрации комбината не потому, сколько лет прожил, а сколько лет проработал на молочном комбинате. У нас есть пенсионеры, которые проработали на комбинате 40 и больше лет. И некоторые дожили до 90 лет. И всех отмечают. И престарелых даже выделяют машину. И ездим домой, поздравляем. Потому как они сами уже не в состоянии прийти. Так что молочный комбинат к пенсионерам благосклонно, хорошо относятся, не забывает своих дружеников. Что же мы подаем к праздничному столу? Шампанское и яство. Но ни один традиционно советский праздник, праздник теперь уже российский, не обходится без бутербродов. А раз праздник у нас великий, 80-летие производства, то бутерброды эти под толстым слоем икры должны иметь такой же слой масла. И завершая цикл сюжетов про Магнитогорский молочный комбинат, цикл сюжетов юбилейных, не затронуть производство масла было бы грех. Тем более, что никто толком-то и не знает, как оно производится. Но это было раньше. Думается, после того, что вы увидите, смысл покупать масло другое у вас поиссякнет. Вот, к примеру, что самое главное в производстве масла? Чистота и отсутствие человеческого фактора. И именно тогда вкус продукта будет безупречен. За чистотой здесь следит умное оборудование, а затем получается чудо. Заранее подготовленные сливки сначала поступают в 10-тонный танк для сырых сливок. Жирность этих сливок 38%. А максимальное производство в сезон может достигать 10 тонн готовой продукции. При несложных арифметических действиях понимаешь, что надо бы еще емкости иметь. И после пастеризатора нагреваемого сливки, а затем холодильника, мы получаем пастеризованные сливки, которые закачиваются в дополнительные 4-10 тонных танка. Все это происходит под контролем компьютеризированного оборудования. А дальше начинается то, что ранее не видано. Давайте заглянем вовнутрь сепаратора непрерывного действия. Немногие из вас, наверное, помнят, как молочко из-под коровки покрывается сверху слоем сливок. Но не надо путать вкус. Здесь гораздо более толстый слой масла под воздействием силы гравитации отделяется от пахты. И сливки шнеками выдавливаются в транспортировочный узел. И вот это называется масло. А пахта еще послужит для творога. И теперь уже становится понятно, что молоко – это единственный продукт, данный нам природой, который перерабатывается на 100%. А что же наше масло? Вам предоставляется уникальная возможность посмотреть, как фасуется масляная колбаса в любимые брикеты первого вкуса. И коробки для тех, кто предпочитает весовое. Магия инженерии и четыре железные ручки запаковывают привычный пакет. А те шнеки, которые вы видели ранее, выдавливают положенные 20 кг. Далее – шоковая заморозка и готовый продукт на ваш стол. Да очень много в городе масла всякого разного. Но хочется родного, чтобы ни кислинки, ни солинки. Это ваше масло? Да, это наше масло. Мы вырабатываем до тысячи тонн в год. То есть наши линии технологии автоматического исполнения. То есть санитарная обработка также проводится СИП. Все идет в закрытом потоке. Контролируется на каждом этапе технологический процесс. И санитарная обработка в том числе. Мы считаем, что качество наше соответствует всем нормативным документам. Мне очень понравилось то, что ваши работники, работники вашего предприятия, они не просто любят это масло, они говорят, что оно самое лучшее в мире. Так ли это? Ну это все правильно. Потому что сырье, закупаемое нами в хозяйствах Челябинской области и Башкирии, естественно, достаточно высокого качества. Оно проходит входной контроль здесь, в лаборатории производственного предприятия. Затем переработка идет. То есть все знают, что насколько у нас это все отработано технически, оборудование, обработка. Поэтому, конечно, наши все специалисты, наши работники очень любят это масло. И, в общем-то, наверное, и в городе оно пользуется высоким спросом. Потому что оно масло натуральное. А какой фирменный рецепт бутерброда от Магнитогорского молочного комбината с вашим маслом? Фирменный масло. Два сантиметра сверху. Два сантиметра сверху, точно. Да, это фирменный рецепт. И это правильно. Правильно жить с молоком первого вкуса. Правильно питаться, зная теперь уже из составляющих, как делается ваше здоровье. Не сказать, что 80 лет пролетело незаметно. Тем более последние 20. Но предмет особой гордости города в степи – это не завод, ради которого строился поселок. Это предприятие, которое выстояло, стоит на ногах прочно, знает перспективы, работает на будущее и, безусловно, любимо горожанами. Это Магнитогорский молочный комбинат. 80 лет. И из них больше половины этого времени я проработала здесь. Конечно, это мое любимое витчище. Как получилось, что мы сохранились, мы работаем, развиваемся, растем. Я полагаю, что у нас были за все время замечательные директора, профессионалы, преданные своему делу. Они формировали коллектив. Удивительная атмосфера на нашем предприятии. Это исплоченность и чувство юмора замечательное. Это традиции, это забота по мере сил о каждом. Все это как будто бы одна большая дружная семья. Я так думаю, что энергетика эта передается нашей продукции. Поэтому «Первый вкус» так пользуется спросом у населения. Рассматривая перспективы развития этого предприятия, нельзя не порадоваться тому, какие сложные задачи стоят перед коллективом. Всегда хорошо, когда впереди трудности. Это учит нас жить, побеждать, бороться. И при этом мы не только заботимся о своем предприятии, мы учитываем интересы села, когда мы им помогаем. Оплатой, предоплатой, кредитами. Было время, когда этого не было вообще. Когда учитываются интересы торговых сетей, уже не только наши собственные. Когда мы даем в удобной упаковке, разовой упаковке. Когда организована доставка в определенное время, точно в срок и в нужном количестве. Потому что всем продукция нужна рано утром к открытию магазинов. Учитываются интересы покупателей. Ну и они голосуют за нашу продукцию. Я ценю время, которое я здесь проработала. Я благодарю коллектив, с которым мне посчастливилось работать. Я всех, конечно, поздравляю с юбилеем. Ну и всем желаю здоровья. Большого завидую, может быть, тем, кто будет продолжать работать на этом предприятии. У них все, у нас все будет хорошо, потому что мы можем, умеем и хотим это все сделать.